Светлана Комарова Вчера в преддверии праздника состоялся очередной такой фестиваль. Расскажите о нем. Фестиваль у нас задумывался достаточно давно, в 2011 году. Мы решили привезти одного украинского поэта Павла Бросского. Фамилия похожа на Бросского, но это его настоящая фамилия Бросский. Мы нашли его в социальных сетях, и просто так понравилось творчество, что скооперировались с друзьями, написали ему, он согласился приехать. Причем он согласился приехать на общественных началах. Ну, просто так человека привозить тоже неинтересно. Решили сделать небольшой фестиваль, который бы собрал поэтов в Рязани и показал бы нашим горожанам этого человека. И, соответственно, его познакомил тоже с Рязани и с городом. А каким образом вообще проходил этот фестиваль? Люди просто пришли, читали свои стихи, то, что накипело, наболело, или же была конкурсная, может быть, основа? Мы сначала подумали, что хотим просто познакомить людей с поэтом, но потом решили сделать все-таки конкурсную основу, потому что очень многие люди пишут стихи, но боятся их показать. А конкурс, он всегда подталкивает к творчеству, подталкивает развиваться дальше. Конечно, я понимаю то, что те люди, которые не выигрывают в конкурсах, они переживают, они там, может быть, замыкают в себе, но я призываю не замыкаться, потому что это всего лишь мнение жюри, всего лишь мнение небольшой горстки людей, пусть даже и квалифицированной. Однако уже само участие в конкурсе, оно дает большой толчок к дальнейшему творчеству. Поэтому мы остановились на конкурсе, позвали жюри, пригласили поэта, поэт прочитал свои стихи, всем очень понравилось. И стихи прочитали люди. Людей оказалось гораздо больше, чем я ожидала. Я думала, придет человек пять, продекламируют стихи и все. А пришло очень много народу, мы все перезнакомились. И дальше возникла идея создать поэтический фестиваль. Поэтических фестивалей было четыре, назывались они, рабочее название было «Вечер современной поэзии». А дальше, после двухлетнего перерыва, фестиваль наконец-то обрел свое название. Сейчас называется «Атмосфера», потому что у нас своя атмосфера, как говорится. Своя поэтическая атмосфера. И фестиваль немного расширил свои границы. То есть мы начинали с поэзии, а сейчас мы уже приглашаем не только поэтов, но и литераторов, людей, которые пишут прозу. И также людей, которые пишут свои песни. То есть авторская песня, если текст написан, конечно, человеком. То есть не взят ниоткуда неузвестных поэтов. И как показывают ваши фестивали, количество поэтов в Рязани и вообще в регионе довольно велико. То есть люди пишут стихи, и люди хотят ими делиться. Как думаешь, почему? Казалось бы, уже все написано. Ну, как говорится, все да не все. Я думаю, что у людей много эмоций. Эмоции надо куда-то выплескивать. Ну, кто-то выплескивает в экстремальный вид спорта, а кто-то выплескивает в стихи. Но дело в том, что со сменой времен меняется и мир восприятия. Поэтому нельзя сказать, что написано все. Потому что в нашем времени написано все, а через 10 лет уже много поменяется. Уже будут новые стихи, новые темы и новые эмоции и переживания. А вот вы сами уже много лет, да, в творческой этой, скажем так, тусовке. И наблюдаете ли какую-то тенденцию, эволюцию, может быть, перемены в современной именно поэзии? Да, я наблюдаю эволюцию последние лет, наверное, 5. Это связано с развитием социальных сетей, я считаю. Потому что это было очень большим толчком для сетевой поэзии. А, соответственно, сетевая поэзия, она начинает навязывать свои стереотипы. То есть, если раньше, лет так 10 назад, если вспомнить поэтов-современников, они писали больше о любви, больше о чем-то том, что их окружало. И писали более слаженно. То есть, они ориентировались на классику. То сейчас в моду вошла такая достаточно колкая, ломкая поэзия. Я бы сказала, люди читают стихи в сети и начинают ориентироваться на них, начинают подражать. И это, естественно, оказывает влияние на современную поэзию. А будет ли современная поэзия вот такого характера вечной? Допустим, прошел век, и мы все еще читаем Есенина Блока. Прошло уже почти два века, и мы читаем Пушкина. Будут ли читать наши потомки ту поэзию, которая сейчас вот так привязана к веянию времени, к социальным сетям? Я думаю, что будут, что какие-то из поэтов, конечно же, войдут в классику, потому что, ну, не может быть современный век без потомков. Что-то мы должны оставить за собой. Но просто сейчас очень-очень много поэтов, которые пишут одинаково, которые подражают друг другу. И я надеюсь, что вот это подражательство в классику не войдет, а все-таки войдет то, что заставляет людей трепетать где-то изнутри. То, что передает им эмоции поэта, который это написал. В частности, очень велико влияние, допустим, таких современных поэтесс, как Полоскова, Астахова. А есть ли среди рязанских литераторов поэты такого уровня, которые, допустим, гастролируют по стране, или творчество их настолько выдающееся, что достойно уровня чтения тысячами людей? Ну, к сожалению, у нас нет поэтов, которые гастролируют по стране, но я не буду называть имена. Я постоянно отмечаю ребят, которые у меня приходят на фестиваль, как молодые, так и взрослые поэты. У некоторых из них очень большой творческий потенциал. И если бы им найти продюсера, или если бы им самим дать толчок к тому, чтобы они не боялись декламировать свое творчество, толчок и, конечно же, возможность, наверное, финансовую возможность в том числе дальше развиваться, дальше рекламу какую-то пускать, то достаточно большое будущее у некоторых наших рязанских поэтов. В поэзии тоже существует понятие моды. Допустим, сейчас, как мне кажется, в моде Вера Полоскова и Осип Бродский. А у тебя есть любимый поэт, который вне вот таких тенденций времени? Ну, я хотела сказать, во-первых, про Полоскова и Бродского, то, что ты вспомнила. Вот сетевая поэзия, она как раз началась с Веры Полосковой. И как раз именно Вера Полоскова, она очень любила Бродского и пропагандировала его. И вот я думаю, что как раз с нее это все началось. У меня любимые поэты, они меняются с течением времени. Ну, есть один поэт, от которого я, наверное, никогда не отойду. Это Маяковский. Мне очень нравится его колючесть. Мне очень нравится то, как он описывает свой век, как он описывает в свое время. И нравится не только тексты, а нравится то, что он как раз-таки внедрил что-то новое в поэзию того времени. То есть до него так никто не писал. Это как раз меня в Маяковскому привлекает. Наверняка оказало влияние на тебя, на твое творчество. Частично да. И может быть, в завершении нашей беседы хотя бы четверостиши для наших телезрителей прочтешь? Да, могу прочитать четверостиши, которым я обычно завершаю концерты. Увековечу в сердце память обо мне, улыбкам близких эти строки посвятив. И только радоваться, перестав весне, поставлю точку в своем творческом пути. Ну, я надеюсь, что радоваться я весне никогда не прекращу. И творческий путь будет достаточно большим. На этом наша беседа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всего вам самого доброго!